Уси белорусский фестиваль народного гумора «Аутюки-2016» все лет разгорнулся на скрыжевании агрогородков «Малые и Великие Аутюки». Это два населенные пункты, размещенные побольше и одинн и в своих намерах. Добро працовать, весело отпочивать и уметь жартовать над собой. Однако, как не дзивно, же хоры «Малых и Великих Аутюков» не зауседа уживались мирно. Воси подчас урочистого открытия фестиваля, старшине обо двух сельских советов сошлися в поединку. Безумолно жартовным. Поставить у их разноголоссях на зауседу тлустую кропку организаторы вырышли открытием лавы примирения. Первый всебелорусский фестиваль народного гумора «Аутюки» был проведен в 1995 году. Все леты ладился уже восьмый по лику. Идейным натхняльником и инициатором этого, правда, уникального для нашей страны гумористичного руху являет заголовный редактор шасописа «Вясеолка», лауреат Державной премии Беларуси, письменник, гоноровый гражданин Калинковицкого района Владимир Липский. «Аутюковскому гумору» он присвятил одразу некольких книжных выданий. Дорога, одно из них – «Аутюковцы» – и послужило штуршком для подшатку проведения такого масштабного и запотребованного фестиваля. «Есть у каждой весы люди, которые умеют говорить. Вот, а вы про что говорите, а текаво. Кажут, ой, ты меня можешь не слушать, а бракать не мешай. Ну, так текаво говорить в «Аутюках», выявляете? И мы мкнемся таких людей открывать на новом фестивале, новые коллективы». Аутюковский гумор добрый и душевный, бо идея от земли и людей, которые на ее что дня працуют. До приклада мясцовые жихары жартуют. Бульбу треба саджать выключно у ночи, как колорадские жуки не бачили. У целомуси белорусский фестиваль народного гумора Аутюки – зъява уникальная для нашей краины, бо он один и в Беларуси подобного формату. «Есть фестивали народной творчести, есть фестивали национальной культуры, которые проходят в Республике Беларусь, есть разные конкурсы, разные концерты, которые проходят, но фестиваль гумора – он один. И он должен быть один в нашей краине, потому что есть такое место, где он завсюди будет приезжать, ладиться с великим гонором, с великим импетом, с великим отрознением от других фестивалей, которые проходят в нашей краине». Другий день фестивалю народного гумора Аутюки проходил уже у Калинковичах. У расистам открутил конкурсные программы, попередничала пресс-конференция с отделом творческих коллективов, членов журы, представников районных и областных уладов. «Этот фестиваль нужен, нужен прежде всего нашим людям, нашей культуре, культуре юмора. И вы знаете, если раньше говорили, что нам песня строить и жить помогает, то юмор, вы знаете, продлевает жизнь». Веселое, цикавое и запоминальное свято – 8-й Всебелорусский фестиваль народного гумора Аутюки собрало в Калинковичском районе лепших самодейных гумористов-энтузиастов, самых разных путков нашей краины. Завитали на фестиваль так само коллектива из Российской Федерации, Украины и Молдавии, что еще раз подсвердживает гумор, немая ни межу, ни национальностю. После урочистой церемонии открытия гостей запросили на не меньше видовичную пляцовку «Колоритные белорусские подворки». Как пройти импровизованную Аутюковскую мяжу, треба обовязково пожертвовать. Передулить готовый текавый туматышный пирожок, тут зараз поспробую я. Витаю вас! Добрый день! Как кажется, Аутюка, лучше маленькая работа, чем великая ляпота. Сюда у нас сказано, проходьте, Калила! Дякую! После веселого марафона по проходжению умовной мяжи гостей сутракали господары подворков. Они пропоновали поудельничать в жертвенных конкурсах, викторинах, мини-вульнях. Ладили театрализованные представления, змеи экскурсии на тему жития и побои в Аутюках. На тематичных подворках, например, можно было доведаться смешные истории про то, как Аутюки ведут господарку, святкуют веселье обо хрэзбины, те ходят на рыбалку. Так само тут можно было почастоваться с продвешно-утюковскими стравами и квасом. До речи подрактовалися до фестивалю гумору не только удельники, але и звичайные жихары. Бознадыходом свята яны отзначают свой отметный календарный Аутюгод. По выниках фестивалю были вызначены переможцы у разных конкурсных номинациях. У СНН отримали гоноровые дипломы и подарунки. А галоны зародились добрым настроем и позитивом до наступного свята Аутюки. Яскравый финальный кропка мероприемства стал святочный салют. Вероника Варашилина, Яугин Макеенко, телерадоя компания Гомель, Скалинковецкого району.